Сегодня у нас глава номер 19, чуть-чуть осталось, скоро дойдем до конца первого тома. Называется она поштучная заработная плата. Напомню, Марс разбирает две формы заработной платы основных. Это повременная и поштучная. Они существуют и сейчас. Повременная это окладная, когда человек подписывает договор, работает 40 часов в неделю, в течение месяца получает за это оклад. Соответственно, если ему надо пару дней прогулять, ему из-за общей зарплаты это время вынимают. Если он переработал, ему наоборот доплачивает. Вторая глава по поводу зарплаты это поштучная заработная плата. Сейчас она тоже существует. Называется сдельная. То есть, сколько ты сделал конкретных вещей, столько ты денег и получил. Первое, с чего Марс начинает, что вообще поштучная заработная плата это та же самая превращенная в форму повременной заработной платы. И она же это стоимость рабочей силы. Цена рабочей силы, извиняюсь. То есть, сколько стоит рабочая сила на рынке. Оба вида заработных плат, что сдельная, что повременная, это просто форма средней зарплаты, сколько примерно на рынке труда в данный момент люди получают денег за работу. На первый взгляд, конечно, кажется, что продается в сдельной зарплате не время, сколько ты времени отработал, сколько ты именно произвел продукции. То есть, кажется, что ты делаешь товары, продаешь товары. Но это только видимость. И Маркс показывает это двумя примерами. Первое. Одновременно существует в одних и тех же отраслях. Допустим, в разных городах. Или в разных странах. Или даже на соседних предприятиях. Или даже на одном предприятии существует одновременно для одних и тех же категории разных. Два вида оплаты. То есть, здесь работают по сдельной, здесь по окладной. Потом могут меняться. Неважно. То есть, обе формы существуют одновременно. В этом плане мы можем наш график обычный написать. Маркс приводит рабочий день. У него было от 0 часов до 12 часов. И Маркс считал, что первую часть рабочего дня создает свою зарплату. А вторая часть рабочего дня он создает прибыль к предпринимателю бизнесмену. Это когда рабочий нас продает, грубо говоря, время. Тот же самый график, когда рабочий продает не время, а, допустим, какие-то изделия. Возьмем шестеренку, допустим. Я знаю, 0 шестеренок, 0 штук. Здесь, допустим, 24 штучки. Ну, а здесь, соответственно, 12 штук. Опять же, накладываем в логлографика. И у нас получается ровно то же самое. Здесь полдня он выпускает шестеренки на то, чтобы продать их, получить свою зарплату. А второе полдня, то, что он работает, он работает на то, чтобы принести прибыль капиталисту. Переводим на наш современный день. Опять же, об этом уже говорили. У нас сейчас 8-часовой рабочий день. В среднем по отраслям рабочий отрабатывает свою зарплату за 2 часа за первых. 6 часов идет, соответственно, в прибыль. Это прибыль. Если у нас не повременная заработная плата, у нас, соответственно, примерно то же самое, только здесь штучки. Естественно, во времена марта 150 лет прошло, производительность была ниже. Поэтому мы, грубо говоря, скажем, здесь 200, допускай сразу 1000, да? 1000 шестеренок в день штук выпускает. А зарплату он получает только за то, что там делает 250 штучек первых. Это его зарплата, все остальное. Вот этот момент мы потом в конце еще повторим. Он нам приходится. Наглядно в графике у нас как раз демонстрирует то, что зарплата, что в том, что в другом случае одинаковая. Но сдельная зарплата имеет свою форму. И она нужна не просто так. Капиталист пользуется в тех случаях, когда она ему, естественно, вырубана. Первый бонус от сдельной заработной платы – это качество товара. Когда человек сделал какую-нибудь шестеренку, он задает приемщику. У него смотрит, так, плохо защеглифовал, штраф тебе. То есть, мало того, чтобы тебе за товар не выплатили, на себя еще штраф наложили, и ты, соответственно, еще меньше в итоге зарплату получишь. А ту же «честеренку» он потом кинет в ящик с готовой продукцией и отдаст. Соответственно, каждый рабочий стремится к тому, что каждый товар, который он штуку делает, нужен быть достаточно качественным. Чтобы вот Экала его приняла, сказал, да, хорошо, все, отлично принимаем. Все, засчитано, получай свою таксу за 1 единицу. Еще один интересный момент описывает Маркс. Он, в принципе, существует до сих пор, да, это когда работают бригадой. Грубо говоря, капиталист договаривается не с многими рабочими, когда много их принимают, с каждым один, а там, сколько штук ты перетаскаешь мешков, да, сколько мы тебе и заплатим. А договаривается с бригадой. Есть бригада, есть бригадир. У бригадира там есть несколько человек в подчинении, и, соответственно, капиталист договаривается с бригадиром. Там разгрузите вагон, разгрузите фурму, разгрузите пароход, который пришел. Каждый может пойти в спорт, у нас тоже работает в торговой. Там бригадир постоянно набирает. И вот, пожалуйста, бригада, ночь, корабль, грузите. Разгрузили, за полную разгрузку получили деньги. Бригадир потом разделил по всем, как посчитал нужным. В этом моменте получается очень интересная такая штука. Бригадир как бы не занимает остальных рабочих, и они вместе с ним начинают работать. То есть он такой же рабочий, как и остальные, но он выступает как организатор этой бригады. Тут, правда, опять же возникает два момента. С одной стороны, бригадиру стремится себе денег побольше ставить, а бригаде дать поменьше. Но бригада за это дело обидится, разбежится, в него никто работать не будет. Соответственно, бригадир должен быть более-менее честным и как раз разделять более-менее по труду. Или поровну на всех. Бывает, человек заработал, спину сорвался, не грузить не может, ему детей надо кормить. Вот опять же, бригадир выбор. То ли он ему заплатит, у всех отберет, то ли ему ничего не заплатят. Соответственно, хорошая бригада будущиков очень ценится, очень быстро разгружает, если какие-нибудь нехорошие, так сказать, некачественные грузчики, ему пароход за ночь разгружают. А такие профессионалы по 2-3. То есть интенсивность труда и производительность гораздо возрастает. С такими бригадами. О чем нам говорит этот пример, что в принципе рабочие могут самоорганизовываться и выдвигая своих рядов такого же личного рабочего, как они сами, и этот рабочий может управлять процессом производства. Бригада это просто попроще, ну, можно и масштабировать это более большие размеры. Так, дальше у нас. Ну, я немножко уже оговорился, да, об этом. А штучная зарплата у нас, получается, стимулирует рабочего интенсивности и длительности рабочего дня. То есть, сколько я сделал, сколько я заработал. Соответственно, что я буду делать? Я, во-первых, буду делать больше, чтобы как можно больше заработать. С другой стороны, я постараюсь остаться после работы доделать еще и еще больше заработать. То есть, у рабочего это дело стимулируется. С другой стороны, есть обратная тенденция. Маркс говорил об этом в одной из прошлых глав. Пример из фильма «Советского Афония». Вот там сантехник. Он работает в поддельной оплате. Ему предлагают так, типа, у нас трубу порвалило. Давай чинить. Типа, нет, уже три часа, я до пяти не успею. У меня сдельная оплата. Я сверхурочно работать не хочу. Я уже заработал, мне хватило. Сегодня нет зарплаты. Я пошел в кассу, получил деньги и пошел пить. Маркс приводил другой пример, что там проводился в Англии эксперимент, когда рабочим предложили, что вы будете работать по времени не 12 часов, а чуть поменьше, 10,5, если не ошибаюсь, а платить вам будут, соответственно, пропорционально меньше. И рабочие на это соглашаются. То есть, бывает такой момент, когда понимаешь, что всех денег не заработаешь, здоровье важнее, время важнее. И, соответственно, стимуляция к интенсивности труда особо нет. Другая же сторона медали, по поводу интенсивности. Опять же, ну вот хорошо, есть молодой, опытный, сильный сотрудник, он много работает, много выпускает. А есть люди более слабые физически или более старше по возрасту, они не могут работать в таком темпе, в быстром, что им остается? У них выпуска товаров меньше, и платят меньше. То есть, если по временной заработной плате, по кладу, у нас получается, люди за одинаковую работу получают одинаковое количество денег, то в сдельной работе по интенсивности труда. То есть, это дело тоже чуть-чуть нивелируется. Тут еще есть момент. Но вот сказали, да, упомянули, что когда по сдельной рабочей, работает, да, он стремится выйти за эти пределы рабочего дня, то есть, удлинить его, что так же, как и здесь, да, сверхурочно поработать, чтобы побольше заработать. Если мы работаем по времени, то человек раньше с работы уходит, соответственно, у него зарплата тает. Если он уходит позже работа, она увеличивается. Так же и с сдельной работой. Рабочий может уйти пораньше, соответственно, ну, скажет, я доработал, мне хватит. И вот тут в этот момент капиталист начинает оттачиваться. Погоди, у нас завод работает до 6. Почему ты уходишь в 4? Ты ушел, произвел с отставок. С какого хрена? Поэтому, несмотря на то, что вроде бы работа сдельная, но на самом деле, попробуйте с сдельной работой уйти пораньше. Это Афонин в целеские годы, мог в 3 часа уйти с работы домой. Сейчас кто работал на сдельной, прекрасно знает, что это нереально. Рабочий день есть до 6, ты работаешь до 6. Больше можно, меньше нельзя. За тем исключением, когда ты, так сказать, как говорится, работаешь сам на себя, когда ты смс-мен, и когда ты сам можешь регулировать свой рабочий день. Опять же, речь идет не о количестве выпущенного товара, а о длительности рабочего дня. Поехали дальше. Точно так же, как в случае с повременной заработной платой, если человек перерабатывает, он свою зарплату сокращает. Соответственно, зарплата зависит от стоимости рабочей силы. Чем дольше ты работаешь, тем оплата каждого часа у тебя получается в среднем меньше. Так же и с интенсивностью труда. Чем больше ты производишь деталей, час больше, то, соответственно, оценки за каждую отдельную деталь начинают снижаться. Пример недавно классный услышал, была у Высоцкого такая песня про шахтеров. Стахановца завалило в забой, его надо откапывать другие, чтобы его шахтеры откапывали. И там вот сидит один и говорит, блин, ребята, давайте не будем откапывать. Сейчас мы его откопаем, он будет по три нормы выполнять. Три нормы, соответственно, всем остальным расценки в три раза. То есть, мы должны или как он в три раза больше работать, чтобы зарабатывать свою зарплату нормальную шахтерскую, или должны в три раза меньше получать. То есть, вот такой вот хитрый подход, небольшой, немножко шкодный, что чем больше ты проводишь, расценки снижают. И опять же, на советских заводах с этим по-всякому разному тоже боролись, потому что производителей слишком много, ты снижаешь расценки. Производишь поменьше, соответственно, расценки выше. Производительность туда от этого падает. Мы так мягко подошли к тому, что вообще сдельная оплата, почему не везде введена, потому что для капиталиста она тоже имеет свои минусы. Ну, самый первый очевидный минус. Пока там один человек на станке что-то точит, это нормально. А когда у нас стоит конвейер, он проводит, допустим, автомобиль от сварки корпуса, да, готовое его изделие, которое выезжает за ворота, в этой цепочке должны все работать с одинаковой скоростью. Как только кто-то начинает быстрее, начинает конвейер загромождаться или затормаживаться. Соответственно, хочешь ты не хочешь, в случае конвейера сдельная зарплата не помогает. Еще один минус сдельный. До рабочей производит товар, ну, в марте понятно, да, я сделал 20 шестеренок, 10 из них продали, заплатили мне зарплату, ну, 10 еще, ладно, там, на обслуживание, производство. А сегодня, да, когда ты делаешь 250 шестеренок из них тебе зарплату, а в день выпускаешь тысячу штук, это совсем другое. очень наглядно у нас в пищевой промышленности это выглядит, то есть, рабочие сами прекрасно знают, вот я в день пешку, 10 тысяч булок, стоят они столько-то, а я получаю с этих 10 тысяч булок, грубо говоря, стоимость 20 булок. Возникает вопрос, куда все остальные булки делают? Поэтому, все рабочие прекрасно имеют минимальные арифметические навыки, и поделить, сколько он конкретно сделал, сколько он конкретно за это получил. Каждый всегда сможет. Строитель, да, там еще круче, я сделал там многоквартирный дом за 100 дней, 100 квартирный, за 300 дней я делаю одну квартиру, одна квартира. Сколько стоит у нас в Владивостоке? Так, а сколько я получил? И ты начинаешь понимать, что ты получаешь даже не два часа, да, то, что ты заработал свою зарплату, гораздо меньше. Есть, кстати, на сайте фонда рабочего в Академии несколько расчетов для предприятий, но в целом где-то у нас от 1 до 2 по стране выработка на зарплату. То есть, каждый может считать, если приходит к своему хозяину и спрашивает, слышь, ты мне мало платишь, я делаю столько, а ты мне платишь столько. Соответственно, поэтому капиталисту иногда бывает выгоднее спрятать дело не в штуках, а за время, за часовую плату. Ну и, наверное, все. На этом глава заканчивается. Следующая глава будет о том, как зарплата в разных странах отличается. Там будет по количеству выпускаемых продукций и по соотношению зарплат в отраслях. Какие будут вопросы по этой главе? А вот как куда отнести зарплату, когда дел процент? выплачивают. То есть, допустим, в сфере продаж, насколько я знаю, популярно то, что там, допустим, 5% от всей стоимости данного продукта. Вот это куда? Это выручка, это тоже сдельное получается. Маркс вначале еще когда про зарплату говорил, он говорит, что будет разбирать только основные. Понятно, до практики часто встречаются именно смешанные. Очень часто. у меня есть окладная часть, то есть, я на окладе сижу, то есть, у меня повременная зарплата. У меня есть вторая составляющая зарплаты, это премия. А премия зависит от того, как я хорошо работал, сколько я выработал. То есть, у меня она совместная и то, и то. Хотя, по факту, это одно и то же. Мы продаем время и способность к труду нам за это платят. Комиссионные, когда ты платишь, где процент продаж, это конкретно сбитная. Но опять же, если мы пойдем в любой магазин и строительство работы, там, как правило, есть минималка, окладная часть и дальше проценты. Опять же, чистых форм обычно очень редко когда бывает. Я грузчика в порту привел, там, да, там это есть. И то, опять же, слава и луну подтвердит, когда бывают погодные условия, когда грузить корабль нельзя разгружать, когда погодные условия не позволяют, а ты на работу пришел, и вопрос тебе платят, кушать-то каждый день хочется, а не того, как погода отстоит. Поэтому оно в чистом виде практически никогда не бывает. Мы всегда смешны, так или иначе. Еще вопросы? Саша, ты не понял. У нас, он говорит, что он ех, дополовину, вот как ты написал, половина такая, ты обязан сделать что-то, да? Ну, все равно, она как издельная, но половину, допустим, 20 рейсов ты обязан. Да. Это, как это самое, как обязалось. Потому что, ну, меньше там, значит, ты вообще просто встанешь и проспишь, чтобы 20 рейсов, а потом сверху уже пошли, не просто, свыше 20 уже премии даже начисляются, там, так, ну, ну, вот я еще вам говорю, ты вроде сдельный, но попробуй идти сработать пораньше. Хер кто отпустит. И раз его не устал, я хочу спать. Тебе придет начальник, ты что, охерел, давай, иди работай, пока норму не сделаешь, не получишь. По поводу фрилансеров, у Маркса есть в этой главе разбор, тогда это называлось, у Ленина, кстати, тоже есть, как у старей, да, когда люди себя дома что-то делают, тогда это тоже, еще фрилансеры, еще примарцы существовали, даже домик. Они точно так же сидели дома делать, там шли, допустим, вышивали, там вышива делали, к ним переходил перекупщик, все это дело покупал и продавал дальше. Маркс приводит пример, что тогда в Англии на этом деле очень много людей, кто наживает, то есть были перепродавцы, то есть ты покупаешь фрилансера, их товар продаешь какому-то более крупному, то есть ты становишься практически таким вот бригадиром, который гоняет свою бригаду, а сам живет акцент на перепродаже. И таких степеней перепродажи в этом плане может быть очень много. Фрилансеры, пожалуйста, любой, можно зайти, самая простая работа, кто там наборщиком, корректировщиком, кто там, чем занимается, сколько ты там в фотошопе фотографий поправил, сколько тебе за каждую фотографию заплатили. Сколько ты текстов перевел, столько тебе и заплатили. Классный пример, недавно Гоблин, который Дмитрий Пучков переводил, по поводу перевода фильмов. Вот когда-то на самом заре переводили фильмы, перевод фильмов, не помню, грубо говоря, брали 200 баксов. Потом вот и профессиональные переводчики. Потом пришли молодые, более дерзкие самоучки, которых мы там все знаем, по гнусстравым голосам. Они говорят, я за 100 баксов буду переводить фильмы вообще без проблем. Ну, естественно, все начали фильмы у них переводить. Цена за каждую единицу упала в два раза, зарплата. Ты или в два раза больше работаешь, или, соответственно, в два раза меньше получаешь. Потом пришли совсем молодые, начали за 20 баксов переводить каждый фильм. Не знаю, Google-переводчик, наверное, загружать, как-то нагревает. Не знаю, честно. Вот. Цена еще просила. Но, опять же, качество таких вот изделий шаляй-бавляй, ты же их по телевизору не запустишь. Поэтому все более-менее крупные кинокомпании и все фильмы, которые они делают, они делают дуближе. То есть в порядочном, нормальном, в качественном варианте таким. Шестеренка должна быть блестеть за ними. Вкусанная со всех сторон. Поэтому про фрилансеров в Марксе тоже есть, только они называются тогда устареет. Саша, надо еще упомянуть, ты упомянул про оклад и не упомянул, зачем используются часто премии. Таким образом, все понимают, что по закону у нас по трудовому штрафовать нельзя, но премия же не постоянно, поэтому ее используют в таких вот манипуляциях часто. Ну да, премия у нас получается вот эта составляющая, то есть деньгая оклада. О чем мы говорили, здесь очень легко удобно штрафы применять. В этой части тоже штрафы можно принимать. Ты должен там, допустим, сидеть каждое утро с часами, следить так, опоздал на 5 минут, все, тебе штраф 2 часа. Ты типа вот опоздал на работу, вовремя я не приступил к работе, соответственно, мы тебе связали. А так, если ты приходишь от 0 до 12 и просидел, все как положено, штрафовать тебе не за что. Ты же время продал, тебе за время затутки, все. А здесь, пожалуйста, штрафуй как хочешь. Тут сложно доказать, что ты прогулял, тебя там не было. А здесь конкретно, сколько сделал, столько получил. Не, не, здесь надо понимать, что именно законодательство играет на руку, именно специально сделано так, что можно эту премию использовать. Если бы нельзя было, штрафу не могли бы штрафовать. Именно это специально не используются, что можно использовать, обойти закон. Ну, то есть, зарплата с премией, она это твоя зарплата, которая должна быть, а зарплата без премии, это, ну, как бы, твой оклад, но еще и на штраф, де-факто. Ну, да, это важно. Ну, опять же, капиталист смотрит, как ему выгодно. Законы здесь не важно. я говорю, что как бы они есть, я говорю, не обязательно, ужасно законы, как бы, закон вроде бы есть для всех, но даже они его стремятся обойти. В этом смысле, чтобы понимать. Я в одной фирмочке работал, месяца три буквально, я быстро много делал, у меня по количеству штук, у нас было сделано оплату, у меня получилось до чертиков, там, чуть ли не половина всей фирмы, я за месяц наделал. На этот результат посмотрели, сказали, так, нет, так не пойдет, будем тебе за время платить. Все, да я на следующий месяц работаю по времени, так, что-то ты, когда плохо работаешь, давай, мы тебе бонусы будем выплачивать, давайте. Третий месяц поработал, так, еще как-то много наработал, а за такие бонусы отмечу, давай потом, следующий месяц. Ну и через три месяца я уволился туда. Поэтому, кручу, не ручу, обмануть хочу. Так, а тебе в первый месяц, вы выплатили правильную зарплату? То есть, ну, по времени, по времени, с день. Я сделал, грубо говоря, три нормы, а в месяц, заплатили, грубо говоря, по времени. Среднее раскидание, это как, опять же, бригада игрушек, да, я один молодой могу разгрузить пол корабля, но бригадир сразу начинает думать, а что ему делать, половину своей суммы тебе дать, а всем остальным там по чуть-чуть, и, ну, они вроде как тоже работали, и наоборот, если тебе не доплатишь, тебе начинает неинтересно будет работать в этой бригаде, и, соответственно, ты захочешь найти ту бригаду, которая работает со своей интенсивностью, и, соответственно, больше улучшает. Опять же, получается такая бригада, которая два корабля, два судна за день разгружает, и все, и цена разгрузки в два раза падает, и остальные начинают выйти. Поэтому, опять же, бригады надо выработать быстро, но не сильно. Чтобы премия получилась, но чтобы чуть-чуть, если переработаешь, зарплата упадет. Все нужно в меру. Да, да. У нас там даже качели сейчас были, начали это самое, как бы, кто по многу весов делает, началась зарплата по 6 тысяч в день. Бывает, звезды-то сходятся на небе, что там грунтом не просевшим, что там можно ездить по дороге, там на такая более-менее нормальная, экскаватор близко поставили. Ну, вот все вот такие вот условия. И они начинают по 40 весов, то есть это, короче, около 6 тысяч в день. И когда они смотрят, вот, нифига себе, у вас тут какая зарплата. Они-то не берут в то, что в некоторые дни ты на трешку там еле-еле, знаешь, натянешь. А вот тут вот просто так, все, надо, короче, урезать расценки. Там уже те смотрят, одни, которые делают мало рейсов, начинают качать. Нафиг вы такие, так много рейсов делаете, вот из-за вас сейчас увидели, что так много, из-за вас сейчас поурезают расценки, будете делать столько же, будете получать в два раза меньше. То есть, если раньше ты, даже худой-то, на трешку натянешь, то сейчас получается, если я ее урежу, то сейчас куда-то видно, двушку будешь натягивать. И для того, чтобы у тебя есть пятая четверка, это надо будет вообще летать, как перепуганным, не останавливать. Ну и выход какой? Какой выход? Да, я не знаю там, какой выход. Я разговариваю, я говорю, а что толку? Смысл, смысл говорю-то не в том, что они как давили, так давить-то и будут. Компаниям. А профсоюз-то у вас есть? Нет, нет. А вот это плохо. А как с кол-договором? Кол-договора тоже нет никакого? А в кол-договорах ничего. Нет, ну там официальная работа, с трудовой книжкой там. Понятно. А вот кол-договор, вы же можете удостоверить вот эти нюансы? Кол-договоре. Если есть профсоюз, то можно как-то отстоять некоторую позицию. А почему вы не создаете профсоюз? К этому еще не подходили, потому что где-то никого не надо было. Там было совсем... У нас вот недавно поменялся начальство, которое начало там что-то там переделывать, как бы гайки закручивать. А до этого у нас начальство было там молодой пацан там начальник участка. Там как бы и вообще было до лампочки. Ну вот там приехал ты, ну нет вот такого, что ты там, допустим, закончил пораньше, ты можешь приехать не в 8, там тебе никто, можешь всем приехать, поставить машину и пойти спать. Приехал там попозже, пораньше. То есть вот эти вот нюансы не было такого там, что вот ты там давай так делай, давай так делай, почему ты туда там. То есть таких сильных наездок и нападок не было. Сейчас поменяли начальника, пришел дед старый. Ну я не знаю как. Ну, вроде бы он там что-то наворачивает, но я пока не понял. Вроде бы как-ли что-то закручивает и в то же время есть какие-то посладухи. Если тебе там, допустим, в дождь, не работает, потому что дорогой, глиной ездить невозможно. Да. И если тот молодой никогда никого не отпускал, то этот старый залез, он кто бы сказал, так, местные, все, власти можете идти домой. Ну сразу, то есть обработают местные, которые в Лучеборске со мной живут. Он говорит, все, власти идите домой, что он там делать, идет дождь. Ну, то есть, есть некоторые моменты, если он пока еще там месяц проработал, я пока еще не совсем вкурил, как он будет. Или он будет заворачивать там дальше больше, или он наоборот отпустит, как все это будет. А так, в принципе, ну, когда ты разговариваешь, все тебе говорят, что, ну, кто постарше по опыте, они говорят, ну, ты нигде лучше, там, сколько ты здесь, там, 70, даже 60-ку ты натянешь все равно. Даже, ну, вот если простой, даже если месяц простой, у нас простой тысяча рублей, плюс еще тебя и кормят ко всему к этому, то есть, 30-ку ты все равно получишь. Ну, а так, куда бедно, 60-ку ты где-то еще такого дойдешь. Еще кто-то уже не бьют ни разу. Три раза кормят, ни разу не бьют, а я дядя тебе дойдет. А что у вас за предприятие и, ну, всем, где-то занимаетесь, или что у вас? Это предприятие стратегическое. Это, короче, Лучеборский угольный разрез, который обеспечивает электроэнергией половину пилорского края. То есть, да, то есть, ведется открытая разработка грунта, чтобы мы выросим грунт, доходим до угля, потом этот уголь начинаем перевозить. У нас вообще не это. Там, как бы, многих, которых наняли, да, компания. Там есть само АО Лучеборск, у них там Белазин в основном входит. А у нас там, как бы, они посреди этого, все это, там, от города еще самого надо ехать час, чтобы туда доехать, вот по всему этому разрезу. Он здоровый, он просто громадный, да. И пока доехал туда, там вот начинается вот все. Получается, открытая добыча угля? Да, открытая добыча угля. И у нас автотранспортные предприятия при этом развития. Да, да, да. Ну, там, как бы, в этом плане, там то, что хорошо, что мне нравится, что... Там тут же тебе ремонтная база. У вас много, наверное, там машин огромные предприятия, да? Да, у нас порядка 40 машин, которые работают круглосуточно, то есть они вообще не останавливаются. Первая, вторая смена, первая, вторая смена. 15 дней в день, 15 дней в дождь. На месяц ты уехал. Ну, и с ним работаете, да? Я первые 15 дней я работаю в день, вторые 15 дней работаю в ночь. Понятно. Ну, то есть это, короче, круче. И сколько часов? 12 получается? Ну, получается, да, получается 12. Тяжело. 12 за рулем тоже просидеть, не так просто. Нет, ну, получается 11, если вычесть вообще обед. так-то-то, с 8 до 8. Аберетко бывает час. Нет, почему? Ну, это, у кого как, это пожелание там, есть, то там просто, бывает, ты не останавливаешься вообще там. Я не говорю, редко бывает час. у нас столовая находится на территории базы, до базы надо доехать еще. То есть ты доезжаешь до базы, это все равно занимает у тебя, ну, минимум, даже если ты все быстро и будешь делать, это полчаса займет. Поездка на базу, обед, и потом выйти, сможешь сразу же поехать. Ну, сразу же, у нас нет таких экскаваторщиков, которые сразу же болеют и начнут грузить. У них, как бы, отладки 2700, они все равно его получат, как бы, и нафиг ему надо ехать, что он в свой обед и начинает что-то грузить. Бывает такие? Саша, у нас куча на диске с грузовичей есть, что он нахожен, где надо ехал, и нахожен, Мы работаем, мы работаем. Нагрузку считали? Да. Считали. Я видел хороший талант. Вот, вот, вопрос был. Я так понимаю, не пускают, ну, уходить раньше, чтобы рабочий не мог на двух-трех работать, на двух-трех работах работать. То есть, ну, с точки зрения теории, просто, как мне кажется, было бы выгонить, чтобы ты пришел, допустим, на одной работе, там, ну, часов пять поработал, и тебе, ну, выплатят зарплату, если ты в норме все сделать, потом на вторую плети, ну, и так далее. То есть, в теории. Или это не с этим связано? Это было еще в самом начале. Во-первых, с точки зрения капиталиста, да, чтобы быть капиталистом, тебе нужно иметь основные средства. Вот он, 24 часа у нас, да, у тебя есть здание, в котором у тебя работает предприятие. Соответственно, ну, тебе бы желательно все 24 часа его загрузить, там, допустим, две смены по 12, или три смены по 8 часов. То есть, твоя задача загрузить предприятие, чтобы оно работало непростая, чтобы оно круглосуточно приносило прибыль. Соответственно, если ты будешь даже не 8, да, одну смену работать, а, допустим, 6 часов, ну, блин, это надо уже 4 смены, ты ушел оборудование простаивай, все. Если, у нас, в принципе, весь производственный процесс уже свелся к тому, что все люди взаимосвязаны. То есть, ты свою норму не сделал, ушел пораньше, за тобой все остальные ничего не сделали, и производство опять колом встава. И поэтому сокращение рабочего дня это, прежде всего, сокращение прибыли капиталиста. Парал. Так как, еще такой нюанс, да, то есть, ну, зарплату ты все равно свою отработаешь, да, получишь, а вот все время сверх того, что ты зарплату свою отработал, это все прибыль. Соответственно, капиталист будет стремиться его удлинять этот день, а если ты будешь сокращать, ты будешь сокращать не свою зарплату, потому что зарплата средняя по рынку. Заработная плата зависит от цены рабочей силы на рынке, сколько ты там отработал. То есть, платят, грубо говоря, по средней. И, соответственно, ты сокращаешь рабочий день, ты сокращаешь его прибыль, залазишь в его карман. Поэтому он будет, во-первых, расставить, чтобы ты полный рабочий день работал, а во-вторых, будет пытаться заставить тебя отработать еще больше. Потому что, чем больше ты запчастей проведешь, тем больше, и, соответственно, он продаст, тем больше прибыль получит. Понял. Спасибо. Это в одной из предыдущих глав было. И у нас при старом начальстве штрафы были, но я в первый месяц там косяковку продовострелся, только косяков до хрена напорол, объяснительный. В общей сложности у меня там что-то штрафов должно было выйти на 12 штук. Вообще ничего не взяли. Вот сколько ничего не вычислили, и копейки. И то есть то, что там редко-редко у кого-то когда-то там бывало что-то выдернуть. В основном все это так прокатывало там. Ну, он покричал, заставил написать объяснитель, ну и все, скид выкинули его в санку обычно, и все. Это там, если конкретный косяк, там, доктор Пьянова там с утра поймал, да, тут уже никуда не денешься. И тебя там что у нас есть такие, которые в том месяце пока стояли, он три раза попадался бухучее. То есть каждая пьянка это минус 13 тысяч. Я не знаю, что он там. Он походу еще долго расстался, но он держит его неволе без за того, что он, во-первых, давно работает, и во-вторых, если он работает, то он там возит как-то то самое. Они знают, что он столько навозит, что это нормально. Поэтому проще оштрафовать и пускай там. Силающих много на место уволитных есть? Хватает? Да там есть, там вот короче, там в общей сложности работать, если я тебе скажу, где-то приблизительно 40 машин, это где-то около 160-170 человек, да? Вот за все время, блин, я вот смотрю, оно вот, я там год работаю, да, раза два или три, там есть костяк определенный, который постоянно держится. Остальные пришли, поработал, нафиг, нафиг, нафиг. А замена всегда находится? Замена всегда находится? Да. Один вот пришел, ну вот лето бывают проблемы, перебои, да, один вот пришел, там на стажировку, там тоже со мной, посадили его, он со мной поедет, ну вроде бы день там дал ему за руль, посидел, порувил, там там, все, да что-то мне там, это, блинство ездить, тебе не нравится, вечером там, ража нет, там на трубку, там, что делаешь-то, да пиво пью, она, с кем ты бьешь? Она там, да здесь все, Никита Стас, Гена Турбо, и что же не этим? Как его понесло, сука, убьют, а всех сейчас приедут, все, он бросает, все, вылазит с машины, побежал на фазу, короче, больше я его не видел. Опять же, возвращаясь, да, что это просто форма, форма все того, что цена рабочая, сколько она стоит. Если начнешь сильно штрафовать, зарплата просядет в целом, на предприятии, народ начнет побежать, не будет хватать работников, квалифицированных, выработка упадет. Поэтому, ты сделаешь, оштрафуешь, но среднюю ты все равно будешь платить, чтобы люди не разбирают.